Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал постановление парламента о признании отдельных территорий Донецкой и Луганской областей временно оккупированными. Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования. На временно оккупированных отдельных территориях вводится особый порядок местного самоуправления до момента вывода всех незаконных военных формирований и их военной техники, боевиков и наемников, а также восстановление полного контроля Украины за государственной границей. Новая Зеландия и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле. Подготовка документа началась еще в 2009 году, а в 2014 на саммите Большой Двадцатки в Австралии стороны приняли окончательное решение о его подписании. На официальной церемонии в Сеуле присутствовали премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей и президент Южной Кореи Пак Кингхэ. Соглашение вступит в силу после его ратификации парламентами обеих стран. Сегодня важный день. Он особенный в отношениях между Новой Зеландией и Кореей. Подписание соглашения о свободной торговле, которое мы только что видели, открывает новую главу в наших двусторонних отношениях. Южная Корея занимает шестое место по объему экспорта из Новой Зеландии и восьмое по объему импорта. Согласно договоренности между двумя странами, Сеул в течение ближайших 15 лет отменит таможенные пошлины для 95% товаров, импортируемых из Новой Зеландии. Она в свою очередь отменит пошлины на все южнокорейские товары в течение последующих 7 лет. Лидеры стран Евросоюза единогласно одобрили создание энергетического союза. Концепцию предложила Еврокомиссия. Документ предусматривает, что Еврокомиссия получит право непосредственно влиять на коммерческие сделки по поставкам газа, в том числе на контракты Газпрома. Первый опыт вмешательства в коммерческие переговоры Еврокомиссия уже получила в ходе газового конфликта между Россией и Украиной. Ситуация складывается не в пользу Газпрома. Европейский орган также получит полномочия обеспечивать полное соответствие европейскому законодательству всех сделок, связанных с закупкой газа у внешних поставщиков. В частности, за счет увеличения прозрачности таких сделок и их соответствия положениям энергетической безопасности ЕС. Нефть подешевела после очередного заявления Саудовской Аравии. Она объявила, не будет в одиночку сокращать добычу, чтобы поддержать мировой рынок. В результате баррель опустился в цене больше, чем на процент. Фьючерсы на бренд подешевели на 57 центов, до 54 долларов 75 центов. А фьючерсы на WTI на 72 цента, до 45 долларов 85 центов. Напомню, на совещании стран ОПЕК в декабре прошлого года члены картелей решили не снижать добычу, чтобы сохранить долю мирового рынка. Во Франции прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане проголосовали за 4000 депутатов по всей стране. Наблюдатели предрекают поражение для правящих социалистов. Об этом далее. Участки для голосования открылись во всей Франции, кроме Парижа и Леона, где действует другая избирательная схема. Этот тур был первый. Пока лидирует партия бывшего президента Франции Николя Саркози. Она набрала около 36% голосов избирателей. Сразу за ней идет правый национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. У него 26%. Правящая партия социалистов и их союзники смогли заручиться поддержкой лишь 20% избирателей. Это объясняется падающими рейтингами президента Франсуа Аланда. Завершает пятерку лидеров – лево-радикалы и зеленые. Сразу после выборов глава национального фронта Марин Ле Пен, которая придерживается антимиграционной политики, призвала правительство Мануэля Вальса уйти в отставку. Тем временем бывший президент Николя Саркози сказал, не планирует взаимодействовать или объединяться с национальным фронтом. Премьер-министр Мануэль Вальс также призвал избирателей не голосовать за национальный фронт. Я призываю всех республиканцев заблокировать крайне правых во втором туре. Я призываю всех их действовать разумно. Второй тур, как ожидается, состоится 29 марта. Аналитики предрекают, что по результатам голосования социалисты потеряют половину из более 60 департаментов, где у них сейчас большинство. Всего во Франции 101 департамент. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго. Продолжение следует...